Уважаемый слушатель, предмет управления грузовой и коммерческой работы, тема лекции, прогнозирование перевозки грузов. План лекции. Временное прекращение и ограничение погрузки. Выполнение принятых заявок. Учет выполнения заявок на перевозку грузов. Номенклатура грузов для выполнения перевозок железнодорожным транспортом. Деятельность железнодорожного транспорта сопряжена с рядом обстоятельств, возникновение которых препятствует осуществлению перевозок грузов, багажа, груза багажа и, соответственно, их приема к отправлению. В зависимости от обстоятельств, определенных статьей 29 Устава, погрузка и перевозка грузов в груза багажа может быть временно прекращена, либо ограничена. Прекращение либо ограничение погрузки вследствие неопределимой силы военных действий, эпидемии или иных обстоятельств, препятствующих осуществлению иных перевозок грузов, вводится перевозчикам или владельцам инфраструктуры с немедленным уведомлением в письменной форме министра пути сообщения. В исключительных случаях, вследствие сложившихся у перевозчика или при использовании инфраструктуры обстоятельств, препятствующих осуществлению перевозок, погрузка и перевозка грузов, груза багажа в определенных направлениях могут быть временно прекращены. Перевозчики в письменной форме, если другая не предусмотрена соглашением сторон, уведомляют грузоотправители и заинтересованных грузополучателей о прекращении и об ограничении погрузки и перевозки грузов, груза багажа. Грузоотправители в течение 12 часов после получения от перевозчиков уведомлений обязаны остановить или ограничить до установленных размеров погрузку и отправление грузов, груза багажа в определенных направлениях. Все временные ограничения и запрещения погрузки по условным телеграфным адресам под номерами 72 по 75 передаются начальникам станции. На станциях они регистрируются в специальной книге записи, запрещений и ограничений, действующих на дорогах сети. Телеграмма об отмене временных ограничений погрузки заносится в эту же книгу. Начальник станции отправления совместно с грузоотправителями не позднее, чем за 3 дня до начала выполнения заявки на перевозки грузов, уточняет количество необходимых для подачи вагонов, контейнеров по дня, точное наименование подлежащих предъявлению к перевозке грузов, наименование станции назначения. Принятая заявка подлежит выполнению в точном соответствии с содержащимися в ней условиями. Отступление от них возможно только в случае, предусмотренном уставом. Просьба о внесении изменений в принятую заявку на перевозку грузов представляется грузоотправителем перевозчику в письменном виде. Перевозчик рассматривает такую просьбу и по согласованию с владельцем инфраструктуры может внести изменения в согласованной заявке. За внесением перевозчикам по инициативе грузоотправитель изменений в принятые заявки, касающиеся распределения перевозок грузов по железнодорожным станциям назначениям, в том числе в международных и смешанных сообщениях, а также за изменения железнодорожных станций отправления, перевозчик взымает с грузоотправителя сборы, установленные статьей 11 Устава. Грузоотправитель может не менее чем за два дня до дня погрузки отказаться от выполнения заявки полностью или частично, что не освобождает его от уплаты штрафа, но его размер снижается на одну треть. Данные принятых заявок на перевозки грузов заносятся в учетную карточку формы ГО-1, которая ведется уполномоченным представителем перевозчика отдельно по каждому грузоотправителю и по каждому наименованию номенклатурной группы груза. На данной презентации мы можем увидеть общий вид учетной карточки, выполнение заявки в отношении грузов, перевозка которых в соответствии с заявкой и установлено в вагонах и тоннах, производится путем сопоставления итогов соответствующих графов. При этом устанавливается количество незагруженных по вине перевозчика и грузоотправителя вагонов, контейнеров, а также величина общего незаполнения заявки в тоннах, допущенных по их вине. Величина общего невыполнения заявки в тоннах определяется путем умножения числа незагруженных вагонов, контейнеров на величину статической нагрузки, исчисляемой путем деления количества тонн на количество вагонов, контейнеров. Также в правилах составления учетной карточки и выполнения заявки на перевозку грузов железнодорожным транспортом приведены примеры определения количества непогруженных вагонов по вине перевозчика и по вине грузоотправителя, а также образцы подведения итогов выполнения заявки. При невыполнении заявки на перевозку грузов вследствие аварии у грузоотправителя, в результате которой было прекращено осуществление основной его производительной деятельности, грузоотправителем должна быть представлена копия акта об аварии, составлено соответствующими органами государственного контроля и приложено к учетной карточке. Перевозки грузов в международном сообщении, в том числе с участием других видов транспорта, осуществляются за счет общего плана перевозок соответствующих родов грузов, установленной номенклатурой. Прогнозирование перевозок грузов в международном сообщении, в том числе с участием других видов транспорта, осуществляется в следующем порядке и сроке. Отправители за 20 дней до начала планируемого месяца представляют заявки на перевозку грузов в международном сообщении, в том числе с участием других видов транспорта с указанием на именование грузов в тоннах. Железнодорожных администраций, пунктов перегрузки на другой вид транспорта. Планирование перевоза грузов с участием железных дорог государств, участников стран-содружных независимых государств Грузии, Литовской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, а также в третьей стране осуществляется в соответствии с порядком выполнения. Планирование перевоза грузов с участием железных дорог государств, участников Содружества независимых государств. На данной презентации мы можем увидеть номенклатуру грузов для планирования перевоза к железнодорожным транспорту. Также номенклатура грузов, планирование перевоза которых осуществляется по внутригосударственным сообщениям региональными подразделениями железной дороги и станциями. Также номенклатура грузов, планирование перевоза которых осуществляется во внутригосударственным и международным сообщениям региональными подразделениями железной дороги. Уважаемый слушатель, спасибо за внимание.